здравствуйте дорогие любители нашего канала мы переехали в новый район белграда под названием раковица немножко прогуляемся по району покажу вам где мы сейчас обитаем раковица это община в сербии она входит в округ сербии как мне муж сказал раньше это был маленький отдельный город под белградом вот как у нас есть москва подмосковье вот так вот так как белград вырос естественно раковица стала входить состав города просто теперь это называется район раковица так задавайте прогуляемся честному сказать простой такой район нет таких достопримечательностей вот как мы в зиму не гуляли там достопримечательностей много но прогуляемся посмотрим недалеко от нашей квартиры находится посольство азербайджана представьте я просто заметила флаг думаю очень интересный флаг где-то я его уже видела не могла я пройти мимо кафаны под названием лиса что в переводе лиса но я же рыжая лисичка как я могла мимо родственников то пройти жалко кафана была затворена закрыта но в следующий раз когда пойдем гулять обязательно и посетим хочу вам показать что внутри думаю там очень интересно потому что снаружи посмотрите как прикольно сделано гуляли увидел интересное название мужу говорю колония же в россии это тюрьма как в сербии это тоже тюрьма а это оказалось название пивного бара муж обещал сводить свою квартиру мы сняли в самом начале раковицы на недалеко от нас находится район богатых и знаменитых людей хотела вам показать вот такие вот мостики есть чтобы подойти к подъезду очень удобно еще у них внизу есть этаж приземлемый то есть приземленный он находится ниже первого этажа смотрите как оригинально сосед снес половина балкона сделал себе верандочку но это надо тоже узаканивать как и в россии сербия не идеальная страна я не говорю что на идеале мне тоже есть проблему вот одна из проблем это площадки для детей здесь их очень мало практически нет но я вам сейчас покажу две площадочки в нашем районе где мы сняли квартиру есть даже не 2 а потому что 5 мы насчитали по округе прошлись то есть они пусть они не такие шикарные как у нас в россии но все-таки детворе есть где поиграть есть где полазит видите площадке в основном сделаны в безопасном месте чтобы дети не выбегали на проезжую часть чтобы дети не дай бог не попали под машину где-то окорожено где-то в низине сделано как первая площадочка так что все-таки в раковице для детей хоть что-то делают есть правда есть районы в которых вообще нет детских площадок здесь россия все-таки выигрывает у нас есть площадка до сербии проблема детскими площадочками для малышей но нет проблем со стадионами со спортивными площадками сербы очень спортивная нация и в любом дворе в любом дворе вы найдете именно такие стадиончики именно такие площадочки это в обязательном порядке плюс еще например в нашем районе есть вот такой вот это крытый стадион ты можешь с друзьями с командой любой прийти поиграть футбол в баскетбол там когда снег дождь то есть видите здесь рядом и открытая площадка и закрытая ну что бесплатно можно прийти может каждый позаниматься то есть это не тренажерный зал это такой вот как у меня он объяснил закрытый стадион приходи пожалуйста играй так что где-то плюсы где-то минусы всегда надо позитив во всем и далеко от этого района находится аэропорт тесла поэтому здесь частенько можно увидеть самолеты которые так низко летают вот мы немножко прогулялись по району но это примерно знаете минут десять-пятнадцать ходьбы от дома то есть чтобы в магазинчик сходить в пикару сходить я вам показала что эти все площадки то есть чтобы жить с ребенком семьей честно скажу замечательный район хотя и находится 30 минут езды от центра города но квартиры здесь достаточно дороговатые так что неплохой райончик возле бора вот это непосредственно аллейка которая ведет к нашему дому к нашему подъезду видите машинки все аккуратно поверх стоят то есть возле подъезда никто не ставит никто не перекрывает все спокойно могут подойти к своему дому можно посидеть спокойно свежим воздухом подышать давайте пройдемся по нашей квартире которая стоит 170 евро в месяц она 18 квадратов раньше это было подсобное помещение потом ее выкупили и сделали и из этого помещения квартиру это наша прихожая здесь все оборудование новое прихожая новая маленькая но очень удобно нет железных дверей меня это очень радует сверху вот эта коробочка и там спрятаны счетчики сейчас мы пройдем в нашу ванну это окно окно выходит на улицу чтобы проветривать самое главное здесь есть батарея я вам уже просил игру мне нужно обязательно что было батарея чтобы не было горячая вода я это получила меня это очень радует я уже вам говорила у нас квартира с центральным отоплением если честно так стать ванны туалет очень узкое помещение наверное шириной метр и длиной может быть два метра и вот это вот окно которое вы видели сверху она достаточно такое большое и днем например я свет не включаю в ванной и туалете мне хватает света из окна поэтому мы экономим на свете то есть днем на свет вообще не включается вы видите конечно маленькое помещение но для нас двоих мне кажется нормально без детей жить вдвоем это устраивает гостей мы не приглашаем если что мы с ними можем встретиться и в ресторане поговорить пообщаться идем дальше так что у нас тут это шкаф пожалуйста кондиционер часы все есть сербы в основном вешают жалюзи то есть как у нас шторы тюль здесь но не любят редко вы где увидите можно может быть совсем старых домах кухня абсолютно новая кстати цвет очень приятный как вам я когда увидела по фото я прям влюбилась я люблю оранжевый цвет он меня радует бойлер обязательно в сердских квартирах где не написано что есть теплая вода обязательно нужно более холодильник холодильник у нас в шкафу находится но тоже очень удобно я хотела себя встраиваемую технику ну типа такого я получила шкаф он до потолка идет тоже вместительные там есть где положить вещи где есть повесить там это стол мой и диван тоже вдвоем спокойно помещаемся есть стол есть стулья то есть для двоих эта квартира я опять же повторять очень подходит то есть как бы сербы да они могут дома встречаться но в основном они встречаются в домах у тому маму папу дядь взрослого поколения а молодежь вот встречается кафе и вот наше самое лучшее на улицу вид из нашей квартиры мы попадаем в общий коридор заметьте стоят много вещей сюда вы можете выставить все что вам лишнее в квартире и поверьте мне у вас никто это не украдет стиральной машины этот стол наш мы поставили холодильник у соседа тоже вот тут на втором этаже кто-то так вот удобно велосипед хранит реально такое чувство что в советское время попало помните мы тоже спокойно все выставляли на площадку и здесь никто не берет и вы заметили ни у кого нет железных дверей железных дверей снаружи нет то есть простые стеклянные двери это не один такой дом это практически да не практически везде в сербии так я правда не видела дома железными дверьми может быть и есть лифт но лифт это вообще отдельная сказка он похож на старинные в фильмах и 50-х видела когда он приходит и дверьку надо рукой открывать то есть она автоматически не открывается но если честно такие лестницы я побаиваюсь когда промежутки есть выходим дальше на улицу такой вот прибанник я не знаю как его назвать но такой же наверно как и в россии здесь единственное что стеклянные двери все все остальное как у нас пожалуйста ящички куда почту вы получаете резаешь она тут я смотрю немножко под засохли цветочки чет наверное не ухаживают вот этот меня поразило я мужу спросил зачем крышечки эти оказывается каждый потому что любой сок все что есть крышечками то сюда можешь крышечку бросить потом эти крышечки сдаются и получается за эти деньги а деньги идут на благотворительность то есть каждый дом собирает эти крышки отдает денежки на благотворительность домофон есть хоть двери железные не железная как у нас но домофоны есть дом старый 50 лет дому выглядит достаточно добротно но по крайней мере не разваливается вот наш подъезд меня поразили вот такие вот ставни практически у всех да не практически у всех есть такие железные надеюсь вам понравился мой обзор по району раковицы куда мы по и переехали обзор нашей новой квартиры я благодарю вас за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте лайки обязательно нажимайте на колокольчик потому что в будущем будет очень много интересных видео пишите комментарии я их все читаю напишите чтобы вы еще хотели узнать о сербии я попытаюсь вам это снять и показать я вас всех люблю пока пока